Девушки отдыхают Как сказал один полупоэт Блеск звезды кому-то очень нужен Это пожелание кораблю Плывь, пока громада моря дышит Догадайся, кто сказал «люблю» И какой ниткой воздух вышит Помнишь, как отсюда до луны Ты ждала ракету поцелуя Волны омывают валуны Вот на что похожи мы целуя Влажные, слепые, как щенки Люди так нуждаются в поэте Чтобы плел красивые венки И за всех влюбленных был в ответе Зачем? Мы ждали книги тех людей, которые В нормальном развитии Дел должны были выйти Ну лет 7-10 назад Это были книги Вячеслава Ракова, Анны Горбикова И Владимира Котельникова Об ваших проговорил про «Виталий Топеде» Борис Гашев, «Твоя в креме журнала юности» Анатолий Сурозин, Юрий Асланян, Борислав Горожачий И вот сейчас в этот маншафт вписываются И такие поэты, как Григорий Гонской, Антон Головянин и Сергей Стаканов И книжки вышли вовремя Следи за дверью, не впускай дворца Он 20 лет подсматривает в окна Он плавит стекол Льдистые волокна Когда золоторонная овца Заблеет в небе и проснешься ты Озявшей кожей пробуя мужчину Как собственную возле рта Морщину, как мальчика Что совратила ты Ты женщина и ты посвящена Спокойное дыхание поэта Трехкомнатная мертвая планета Луной в твоем огне освещена Когда не солнце, а луна горчит Ты будешь шрам узлом стянувшей кожу Поюкать, целовать, пока не ожив Пока он мертв и о тебе молчит Спасибо большое Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Стоит нам задуматься о времени Как мы берем покалпила И не думаем ни о чем Ты же любишь погулять там, по городу Да, люблю В одиночестве любишь гулять? В одиночестве лучше всего Чего хочется в жизни? Ну я хочу оплатить свои задумки А что за задумки? Хочу отдать себе всего музыке Написать поперу Жизнь за царя Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Девушка прекрасная. Престаньте тут уже приставать. Дай девушке отдохнуть. Поставим глоток. Ну дай перегубиться. Подождай. Я с кем попал и не целуюсь. Что пьешь? Опять что-то непонятное. Мы снимаем фильм про зону. В Москве их не осталось практически. Сам знаешь. Там жесткий вид. Поэтому они сюда приехали снимать про зомби. Вперед. Забыт. Дай на пиво. Жаденое. Маруся. Ветератор в рекаме. У него осталось многоточие. Когда последний раз? А я Пушкину люблю. А я Лермонтова. Маруся, пойдем на следующий господин. Пойдем. Сколько можно смотреть на зомби? И вообще. Он тебя переврет. Уйди отсюда. Что такое хайде? Ну это новый формат хайде финиш. Какой формат? Новый. Хайде финиш называется. Ну ладно, хватит сливать. Пока. Саня пошла. Ты в наушниках нормальную дорогу перейдешь? Да, нормально. Машины слышишь? Да, слышно. Ладно, давай Мороз. Там у тебя айпод или айфон? Да, все нормально. Айпод или айфон там? Там плеер просто. Просто плеер? Ага. Я думал, там Семен Соснин сидит. Семен Соснин сидит. Сентяна не договорилась. О чем договорились? О мастере. О чем договорились? Я вообще ничего не помню. У меня память такая. Серьезно? Вот сейчас вот пришла девушка. Как ее зовут? Оля. Серьезно? Я не помню. Я знаю, что она девушка тут. А то, что и Оля зовут. Она выглядит как девушка, да. Похоже. Кстати, отличная девушка. Да, хорошая. Немножко толстоватые икры, но это нормально. Когда человека любишь, это не важно. Это даже сексуально. Я к тому, что ты на меня посмотрела, я поняла, что стоит снимать про меня фильм или не стоит. Марусей, извини, пожалуйста, может что-то не так, но я с девушкой молодыми, красивыми очень давно не общался. Сейчас все приходится на работе, с работой сам собой или со своими мудаками подчиненными. Я ведь не просто так, я же начальник уже практически. Хотя я в это не верю. Начальник склада. Книга опытовая торговля. Ругаюсь там. Куда книги понялся? Сюда. А ты? А я? О! А пошли к тебе. Ну я не могу к себе. Да ладно. Я к тебе, тьфу, тебя к себе. Почему? Потому что у меня не прибыли, я вообще гадко. Я живу в коммуналке. У меня настоящая коморка мужчины. Такая коморка конкретная. Там какие-то... Зачем? С каждой стороны Кирдышлер. Ты-то заходишь так, тут Кирдышлер. Знаешь, что такое Кирдышлер? Это переводится как... Ну неважно. Если я живу в Перми. Ну да, я люблю свой город. Как люблю. Номинально. Потому что я здесь живу. Хожу на работу. С работы. Я не вижу свою Пермь. Меня на пофигу. Потому что, ну, здание строится сами по себе. Так ведь? Без моего участия. Улицы ремонтируются сами по себе. Ландшафт преобразуется сам по себе. Я не влияю на него. Зелень вырубается и новая насаживается сам по себе. Ну и что? Да пофиг мне, честно говоря. Мне гораздо интересней, как там в Бразилии опять там уменьшилась численность диких обезьян. Опять уменьшилась. Во! Деревянный тротуар. Красота. Эх, как в молодости. В штате Мэриленд, помню такие. Ха-ха. Или во Вьетнаме шестьдесят восемь год. Так же послали. Вьетнамцы кругом ходят. Дикие. Ха! Не падай. Так что мы сейчас делаем? Я говорю. Идем. Да, да, да. Потом туда. Потом сюда. Потом там кирдык. Я взял деньги. И... Может ты лучше какой-нибудь видимый порядок наведешь? Мы пойдем к тебе. Почему ко мне это? Ну что там делать тебе ко мне это? Там у меня насрано вообще там. Вот это ты. Киргизов пятьдесят ночевал. Ну что там хорошего-то? Мне саму пандемию туда возвращаться. Я подожду, пока ты там берешь киргизов. Да, правильно говорят, москвичи не какие-то они такие. Какие? Ну какие, только девушка, ножками. Ну а что тут уже так? Обрезать? Джинсы. Так что там не так с москвичами? Все хорошо с москвичами. Я сам москвич в душе. Сто раз пытался в Москву перебраться. Когда звали. И как-то соглашался. Ну не сто раз, конечно. Ну раз за три приглашали просто. Музыканты там всякие там. Говорят, так переезжай. Что фиг ты тут? А смысл? Зачем? Меня все устраивает. Даже вот такие машины. Ты сама, кстати, ездишь? Нет, у меня нет машины. Велик есть. А, велосипед? Правильно, как в Китае. Стой. Ай, два. Идем пешком. Ты опять снимаешь? Ну зачем? Ну господи. Просто так. Ну просто так не надо тратить эту цифровую пленку. Она же кончится. Она же останется. Мало цифр. Нет, трамвай ждать не будем. Тут слишком долго и муторно. Так, пошли туда. Я сейчас думаю сядем. Сядем на... Все. Ой господи, как она любит снимать-то? Прекрасно, блин. Нет, я говорю о том, что не знаю. Не знаю. Да, конечно. Я старый человек. Я как-то... Скажи что-нибудь. Нет, про камеру могу сказать. Почему? Скажи. Ну вот, не знаю, мне нравится снимать людей, которые вокруг меня. Просто как-то оставлять их на пленке в этом пространстве. Сними, вот там такая напротив, сзади тебя, прекрасная пара молодых людей. Вот действительно, это просто красиво. Молодые люди, которые просто, видимо, влюблены, может, в первый раз. Это очень красиво. О, невеста! Господи, смотри, невеста! Никогда не хотел быть невестой, если честно. И женихом тоже. В этих кургузах костюмах ходить. С розой в кармане. Господи, ты боже. Не надо. А ты считаешь, у тебя много друзей? Вообще так? У меня вообще, друзей вообще нету. Почему? Сам виноват. Любой человек, твой, вот ты можешь стать моим другом. Вернее, подругой. Зачем? Потому что я сам неудобный человек. Я сам не совсем готов быть другом кому-то или товарищем. Мне плевать на все. Мне интересен этот мир. А эти вот люди, которые ходят, ну, даже ты, допустим. Это ведь все неинтересно. Общение с людьми или что? Я не очень понимаю. И общение с людьми. Потому что от него устаешь. Сейчас уже это, в принципе, не важно, общение с людьми. А наоборот, это все одно и то же. Все это мы уже слышали. Обо всем поговорили со всеми, кем возможно. Все обсудили давно. Все проблемы. Есть ли настоящий панк-рок или нет? Есть ли скамейки в скверах или нет? Есть ли урны на Марсе мусорные или нет? Есть ли люди в Северно-Калпахской области или нет? И будут ли женщины-стариков или нет? Стоит ли хрен у виндюков или нет? Есть ли пенсия после зарплаты или нет? Есть ли девушки, которые любят нас или нет? Есть ли жены в лифте, которые едут к мужьям или нет? Есть ли газеты после журналов? Есть ли асфальт после зимы? Есть ли все обсудили давно? Я все это давно обсудил. Я был нормальный общительный человек. Как положено, настоящему поэту-трезвеннику. Да, трезвеннику. Давай, подожди. Ешкин кот! Это называется кирдыш-лет. Я запачкал твою куртку. Ничего страшного. И вообще все это фигня. И то, что ты делаешь, это фигня. Очень не фигня. То, что ты сейчас вот сядешь и будешь пить пиво, которое еще пока не вылилось. Извини, пожалуйста. Ну, я его причем не только уронил, я его еще и спенил. Ужасным образом. Сейчас ты будешь пить пиво. Прости меня, Марусь. Я так неловко иногда. Постараюсь. Когда ухаживаю за девушками, так неловко. Опять снимаешь. И то снимаешь. Сними-ка ты меня на коне с яблоками. С шашкой в руке. Как я сокрушаю врагов русских. Фу, не русских. Ну да. В общем, врагов. Как я урны с шашкой перерубаю. Фонтаны рушу. И новые устрою тут же на глазах. Сними ты героя настоящего, а не меня. Я ж так. На скамейке сидел. Куда? Маруся. Ты прекрасно. Иногда. Особенно по субботам. Вот ребенок. Я таким же был десять лет назад. Так же ходил. В фонтане купался. Классный парень. Эх какой. Все-таки. Дети это вообще красота. Смотри какой он непосредственный. Ходит? Классный парень. У тебя дети есть? Дети? Нет. Будут? Ну пока не планирую. Ты хочешь? Нет пока нет. А я не хочу. Знаешь почему? Потому что дети это... Это Господь Бог, который пришел, спустился с деревьев, спрыгнул к тебе на плечи, нашел твое больное место на шее, надавил и сказал все. Все. Я люблю детей, но на расстоянии. А почему ты сейчас стихи не пишешь? Ты сказала что-то такое? Ради тебя напишу. Хоть три тома напишу ради тебя. Вот хочешь напишу? Сейчас вот прямо. Давай я начнем. Первый том. Страница первая. Нет. Предисловие. Он не писал стихи, потому что не было ухи. А когда он поел ухи, он опять начал писать стихи. Все. Первая страница. Так. Том первый. Предисловие. Эй, предисловие такое, да. Я жил как все. На колбасе. Но перешел на сыр. И колбаса не мой кумир. А Гойко Митич был индеец. Снимался в фильмах он. Но осенью увидел я стоя в скамейке. И фотограф, он явно наш шпион. Давай его убьем. Ты поняла, да? Что это никакого смысла нет. Потому что поэзия она неактуальна никогда не была. И сейчас она тем более неактуальна. И проза неактуальна. У меня вот есть два ориентира. Пелевин и иногда Сорокин. Пелевина я просто обожаю. Извини, пожалуйста. Может тебе он не нравится. Но Виктор Пелевин, Виктор Олегович Пелевин, единственный человек, которого можно читать. А ты что читаешь вообще? Через Буковский. Серьезно? Да, это мой любимый писатель. Господи ты боже мой, а! Ну послал тебя Господь не на голову. Что? На новом курсе у нас. Там все обожают Буковский. На новом курсе это там срана. Они его так любят. Они его наизусть знают. Я говорю, ну не читай я Буковский. Потому что ну слишком уж так-то все это. Ну слушай, почему ты любишь Буковский-то? За что? За то, что он пьет как скотина? Он, кстати, умер уже? Умер давно в 94-м. Серьезно умер? Буковский любил девушек. Не знаю. Он всех любил. Он даже меня его полюбил. Он был страшный. Страшный козел, типа меня. У него был нос как баклажан. Он был пропитой. Он был высыц сосуды на глазах. У него обвисли щеки. От него постоянно пахло этим украголем, как от меня. Он... Я... Я есть Буковский. Короче. Я это он, да. Я... Я легендарный Буковский, да. Чарльзли. Ха-ха-ха-ха... Тоже... Марусь, извини. Он англичанин, правда. По-моему я... Всё, мне пора домой. Да. Ты чё ты вот не то делаешь? Тебе тоже отдохнуть пора. Я сейчас буду отдохать. Так было стоило приятно отдохнуть. Но если ты согласна со мной завтра светиться? Да, конечно. Во сколько? ты хочешь да когда мой блин я не стараюсь во всем забыл ой вот это пускай льется чище будет меня зовут колобянин антон первое стихотворение написал в пять лет там речь примерно шла о том что четыре стиши оранжевое солнце красиво так встает и всем достойным людям что-то там подает и по радость подает вот это как бы даже смешно если поставить это четверостишие и последние стихи в общем то либо видишь разницу либо ее не видишь качественной разницы в принципе нет потому что цель поэзии доказать уровень своего мастерства таланта или там чего-то еще не высказать какие-то идеи вообще никакой цели нет просто когда интересно жить то собственно и другим рядом с тобой интересный поэтому наверное читаются стихи люди поют песни и ездят в турцию загорать писание стихов никогда являлась для меня самоцелью но к сожалению любой процесс любой занятие которому отдаешь много сил она приводит тебя к точке профессионализма если ты работаешь у станка через много лет ты достигаешь какого-то уровня мастерства то же самое происходит в любом виде творчество допустим в поэзии человек начинает колбасить очень такие как бы ночью лихие стихи вот что-то он там оттачивает переписывает по 10 раз переставляет и получается что-то вроде евгения онегина вот но лично для меня так называемый профессионализм в поэзии явился неожиданным препятствием и стихи и в принципе но мне сейчас 31 год не их я их уже не пишу примерно года три потому что писать их стало неинтересно во первых нет ощущения зачем ты это делаешь для чего ты это делаешь во вторых ощущение что ты разучился это делать принципе с этим сталкиваются многие так сказать деятели культуры вот они внезапно понимают какому-то какому-то рубежу они понимают что они ничего не понимают вот что они понимают что они занимаются каким-то бессмысленным делом они потеряли суть того что они делают кто-то на этом останавливается и задумывается кто-то пытается этого не замечать в результате мы видим всевозможных не будем их называть вот вообще сменить свою деятельность и так то просто есть определенная инерция судьбы вот ты писал стихи писал стихи писал стихи а потом ты выходишь на улицу закуриваешь и говоришь да блин я их не писал на самом деле я кошек ловил тут тебе подходит какая-нибудь девушка и говорит да вы же поэт я же читал о вас и очень трудно от этого всего откреститься вот это на самом деле очень сильно достает потому что я не могу расстались извини вот мой друг потому что да я сижу так в минуте я с ним могу разговаривать нам надо в розетку и нажать на кнопку это когда последний раз его включал общение предполагает много слов почему кто-то обязательно должен говорить будем молчать а когда люди молчат возникает неловкая пауза многие этого стесняются послушаем музыку в конце концов да послушаем музыку давай в следующую нет а давай вот этот пожалуйста можно я хочу вот этот магнитофон дайте потом ну потом уже потом дает киши не похож но сам рисовал серьезно нравится нравится очень круто ну ладно сядь ты уже положи ту камеру куда-нибудь на батарею ты не сможешь ничего с ней почему все это не актуально что актуально актуально выпей вина да послабься я расскажи о себе какие у тебя вообще мысли неужели ты хочешь стать эти как-либо ну где ты михалком хочешь стать не смогу я девушка светить или хочет стать неす Тут кто-то на 오케이 еровно какой-то шон тонкий ёнкит нам укажала в которой поэтому видим который тоже по destruyo по сути по 조 by перед Л по на Ну да, так и. Можешь привезти? Да. Чем она пойдет? Называется песня «Дьявол вселился в мою женщину». Да. И ушла она к его лучшему другу. А есть пепельница? Пепельница? Да. Вот. Спасибо. Кто это поет? Скип Джеймс его зовут. В 30-х пел. Серьезно? Позитетно. Я обожаю вот такие записи. Могу тебя скинуть на компьютер, если хочешь. Ты сможешь? Да. Как это делается? А просто переносишь файл и... Это говорят на винт? Да. Да? На жесткий диск как бы. Давай. Давай. Ну и сейчас она доиграет, а она одновременно так не делает. Ну слушай, да, мне нравится. Это потому что настоящий плюс. Работаешь ты где? Пишешь, смысл? Ты же пишешь сейчас? Не пишу ничего. Ничего? А ты говорят прозу. Это так и пошутил. Пошутил? Конечно. А почему он не пишет? Ну почему? Нет, на самом деле ничего не пишет сейчас. Нет, ничего. Ничего. Почему? Ну зачем? Не знаю, зачем люди пишут. Они наслаждаются своим талантом, скажем так. Я с наслаждаюсь другими вещами. Нобели надо, вон солнышко там, ветерок. Девушки с видеокамерами. Ну ты мне прочтешь конец своего стихотворения? Да? Так что? Вот. Это специальная труба. Это вино. Каберна. На разлив. Пока угощать не буду. Сам еще не пил. Вот ты говоришь. На чем играть. Да хоть на чем. Ха-ха-ха-ха-ха. Вот. Была бы труба получше. Обитая изнутри металлическими, нет. С этими. Трестяными пластинками. Голос у меня был, как у Шаляпина. Федор. Жила блоха однажды на теле. Э. О-па-па. Он мучился от жажды. Виной тему блогу. Блоха. Блоха. А-а-а-а. А-а-а-а. У меня голос уже сел. А с утра такой хороший бас был. Сейчас бы я спел тебе песню про блоху. Это реальные песни про блоху. Отличный ревергулятор. Че? Я и слышал он. Че ты говорил? Он говорил, нафига ты меня включил? А? 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 В общем, качество оставляет желать лучше, что он сам принадлежит. Но дело-то ведь не в этом. Это для дебилов. И для поклонниц. Включишь ей такую фигню, она сразу теряет разум. Снимает все с себя. И отдается со слезами. Вот у меня девушка из Копенгагена приехала. Иностранка. В дымчатых колготках. Сам понимаешь, надо человека... Короче, надо гостей уважать. Для стей нашего прекрасного города. Надо ее накормить чем-то вкусненьким. Вот. Может, купить что-нибудь? Вообще, пожрать. Там у тебя этот, пятерочка или ватт. Давай купим эту. В смысле, я куплю эту. Свежее, как она, мороженое, эта фигня, это какая лучше? Гавайские смеси или там что? Ну да, она, как бы, с ней хлопот не надо, да? То есть раз, разогрел, типа, все. И вкусно. Так, что пить будешь? Кого? Ну, а кому еще я могу сказать, что пить будешь? Себе, что ли? Я сам знаю, что я буду пить. Что у вас есть? Что именно-то? Виски опять? Ты пьешь виски? Она не пьет виски, она ест сосиски. Хорошо, Юра. Во сколько подходить? Ладно. Скоро будем. Сейчас только доломаем катушечный магнитовон и придем. А семья есть у тебя? Да. У нас есть сеть магазинов «Семья», сеть магазинов «ИВАТ». Кстати, сеть магазинов «Семья» принадлежит этому уроду. Поверх дубового. Вот, Черкунов, губернатор, видишь? Да. Я этого не видишь. Вижу, вижу, вижу. Вот он, полюбуйся. Кстати, этот человек, которому я лично говорил, куда прешь, скотина? Да нет, ну я серьезно спрашиваю. Есть семья? У меня? Магазин, да. Семья, нет у меня семьи. А родители? Нету, никого нет. Нету? Вообще никого. Только ты осталась со своей этой херней. Сони. Да, еще вот тоже. Ну, почему из семьи-то? Ну, в семье все хорошо. Человеку иногда свойственно прожить несколько жизней взамен одной. Потому что, как бы, одна жизнь, которая нам дана как реальность, прожить ее, как бы, неинтересно. Хочется прожить сразу несколько жизней. И успеть поиграть в казино, и выиграть. И успеть написать стихи, и стать там культом и поэтом. И при этом поиграть на гитаре в какой-нибудь группе, а при этом еще и поработать менеджером в хорошей фирме, и заработать деньги. Съездить туда, съездить в другое место. Человеку хочется всего сразу. И я, в принципе, тоже не исключение. Помимо писания стихов, мне еще, например, интересно не писать стихи. И в довершении к этому я могу сказать, что себя я поэтом в данный момент не ощущаю. Я думаю, что ощущать себя поэтом, наверное, можно в определенной ситуации, которая не достигается простым чтением стихов своих, или простым писанием их. Черт его знает. Примеров в истории много. Когда человек, прописав стихи, вдруг прыгал, и это исчезал за забором. Я имею в виду, что чувство, которое в тебе рождается, чувство, которое и есть ценность стихотворения. Его можно испытывать, можно испытывать, но не обязательно превращать его в текст. К тому же все равно с годами человек становится, мне кажется, более сухим эмоционально. Это нормальный процесс. Какой-нибудь Мик Джаггер уже в припеве не прыгнет по крестровую яму. Поэт, как социальная фигура, это несколько улитерированный образ. Общество навязывает человеку какую-то особую манеру поведения. Не думаю, что это произошло со мной, но что-то в этом есть. Слушай, я опять забыл наверх твоей квартире. 6? У тебя и подъезд 6. А, в том-то я помню, 23, все. Вот. Так, а ты что будешь пить? Я бальзам буду пить. Маруся будет вино, я думаю. Да, мне можно наполовину, а потом еще воды. Ты что будешь пить? Ты есть? У меня все есть. Лиски опять. Ну, слава богу, я просто думал, может, там, купить что-то. Вот интернет проведу. Есть замечательные строчки. Скатаю все борто себе. Я обожаю Мураками, но не читал его пока. Нет, сейчас ты уже почитал. Я очень люблю, Да? Не всего. Но на самом деле, мне кажется, очень опасно читать. Ты тупой. Хронику заводной птицы. У тебя по глазам. Ну, я, да, я ограниченный, тупой человек. Ты не то читал. Хронику заводной птицы. Ты какая-то толстенная книга. 756 страниц. Зачем ты это читать? Что читать? Это ты читал в расширенном варианте. Ты идиот. Надо было начинать с нормальных вещей. Норвежский лес. Небольшая вещь. Он меломан. Любитель. Всех этих пластинок вылил. Норвежский лес, так песня пекло. Отличная вещь. Антоха, ты поедешь? Я поеду, я тебе говорю, встал, хочу лежать, и не двигаться. там, вытрачну. лягу, послушаю Марусиных этих, кардышлеров. В общем, я нормально отдохну. Кардышлер, это слово, типа, в антоне, в, в лексике Антона Колобянина. Слово, которое Маруся, не знаю, да. Ладно, все. Кстати, Маруся, скажи честно, тебе Дэвид Боуэй нравится? Как мужчина? Как женщина. Так женщина не очень. А мне как женщина нравится. Недаром он отдался их гиппопу. На пике их гастроли и проел. Все, что ты видишь здесь, на самом деле, это не видела. Никакого отношения. Пиши подписку о неразначении. Колобянина нету. Контору Колобянина не имеет. Вы-то писали литературные мегры? Я знаю. Маруся. На самом деле, на турку отменим. На куринку. На турку отменим. Сядь. Хватит уже. Сядь, блядь. Не буду я тебе ничего давать. Я не люблю свихи. Все. Это никому не нужно. Мне интересно. Почему? Ты мне обещал прочитать, Сосин. Я тебе потом почитаю. Приеду в москоро. Как это ты? Ага. Почитаемся. Почитаем. Читый. Я прилег в пустые конторы, сладко выпрямив скелет. Надо мной звереет море, выливаясь за боли. Нарисованы в миноре, а по цвету венегрена. Я протягиваю ноги и гляжу на пальцы ног. Ноги средства от тревоги и достойные холок. Лихо пройдено доле, где я был одинок. Так лежу в пирамиде биографии косой. Вы стихи-то распрямите между пивом и колбасой и потом не говорите, мол лежал один басой. А в конторе пахнет летом самый лучший из планет. Я бы вышел с пистолетом и глядишь, поэтов нет. Только я молчу об этом. Уж наверное 30 лет. Ты знаешь, я скоро умру. Алиса, милофон. Я вижу такую умру. Айпод звонит, блин. Айфон. Айпод айфонов. Ты знаешь, я скоро умру. А напрасно на это надеюсь. Я вижу такую умру, когда мне на зеркало бреюсь. И я не люблю проводить с людьми их неяркое бремя. Его не хватает любви, не то что нести это бремя. И ты мне не сделала зла. Я даже тебе благодарен, что ты проползла, как змея, а я пролетел, как гагарин. Мое отражение скользит, как золушка вниз по ступеням. Там принцы наносят визит и падают к чьим-то коленям. А я, несомненно, умру. Мне так надоело глядеться. В пустую эту муру да не нет отражения сердца. Ты прекрасно читаешь стихи. Мне очень-очень обидно то, что Антон не пишет стихи, потому что Антон это один из самых ярких пермских поэтов. А теперь я встретил Марусю, начну с новой писать стихи. В 90-х. В 90-х годах. Самый яркий, да. Это он через Буквовский. Тот-то в лифте умер, а я-то пока еще не умер, живой. Разница налицо, как говорится. Я гений. Парадоксов друг. И Марусин тоже друг. Тебя я не оставлю в беде. Если будет приставать, убью. Говорят, заключаю. Может, ты с нами поедешь на всякий случай. Не поеду с нами. Я убью на расстоянии. У меня энергетика нормальная. Я взглядом в бокалеры рушил. Ой, Маруся, что-то я за тебя беспокоюсь. Как бы тебе там не сделано. А можешь еще стихов Антона почитать? Я сейчас такое сделаю. Не прочтет ничего. Любое творчество – это наслаждение своим талантом, в первую очередь. Это не посыл к окружающим. Не повод соблазнить прекрасных женщин. Не повод стать уважаемым в кругу своих друзей. Не повод заявить о себе всему миру. Это просто наслаждение своим талантом. Любое творчество, в первую очередь. Но любое наслаждение должно кончаться чем-то. Чем? Ну, оргазмом. Ну, оно должно кончаться чем-то. Нескончаемое наслаждение убивает людей. Просто убивает. Оно их высушивает, как египетские мумии. Слава богу, я от их участи сбежал. Хотя в свое время, да, проставился, как вроде бы поэт. Но сейчас я не понимаю, зачем все это я писал. А этот человек вообще идиот. Он пытается создать видимость того, что нет. Он микробиолог в душе. Ну, почему ты не хочешь свои стихи посчитать? Мне бы хотелось послушать ты. Я сейчас посчитаю, но я терпеть их не могу, потому что я их не понимаю. О, тут какие-то соски. Ха, хорошая рифма. На виски. Ты задирала майку. Соски. Ха, ха. Гениально. Соски, виски. Мм, пески. Ха, 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 ха. Пески, куски, мазки, соски. Ха, ха. Плоскогубцы. Из-за ревоящей. Ха, нормально я писал. Больно, вольно. Хороший рифм. Понимаешь, все это... Бессмысленно. Потому что человек должен чувствовать то, что он написал. А я это уже не чувствую. Я это долбоёб, понимаешь. Вот ты чувствуешь, что ты делаешь? Вот сейчас. Вот сейчас реально ты чувствуешь? Да. Ну как это модная тема? Надо жить здесь и сейчас, да? Типа вот завет такой. Ну, не в прошлом, не в будущем, а вот надо жить здесь и сейчас. Ты сейчас вот где сейчас находишься? Здесь. В ванной комнате в Москве? В Мамбуне? Или здесь находишься всё-таки? Мне кажется, что здесь. А ты уверена, что здесь? Не совсем. А вот на самом деле, вот, это всё иллюзия, что ты здесь. Мне кажется, где-то где-то в другом месте. Где? Ну, не знаю, может, в борделе голландском. И три негра тебя пялят. Похоже на это? Ну, понимаешь, и меня пялят тоже. А, то есть мы с тобой в одном борделе, да, оказались? Вот. Понимаешь, мы не уверены, кто мы такие, где мы и что мы делаем, для чего мы живём. Мы можем зарабатывать деньги, ходить на работу, снимать друг друга на видеокамеру, но при этом у нас пялят пять негров. И сами они не понимают, что они делают. Пялят ли они кого-то? Или они просто сидят, ну, просто пальмем. Это самая большая загадка со времён Чарльзадарвина. А стихи – это продукт эпохи. Мы все любим писать стихи. Ты сколько стихов написал, я саму жизнь? Шесть, понял. Нет, это ноль. Ноль стихов – это вообще гениально. Марус сказал, я люблю, я люблю. Гадара, ты фото. Какой гайда. Давай, снимай уже. Я снимаю. Ты снимаешь? Да. Лад тебе в руки. Ты же говорил, один кадр. Да, он просто длинный. Насколько ты меня не предупредил. Что, на пять, что ли? Мастер длинного кадра. Не стирай меня с листа, посиди, подумай. У меня твои уста, тот же рот беззубый, тот же опыт дурака, пропитая печень. Не стирай меня пока, сам не будешь вечен. Не стирай меня с листа, посиди, подумай. У меня твои уста, тот же рот беззубый, тот же опыт дурака, пропитая печень. Не стирай меня пока, сам не будешь вечен. Субтитры сделал DimaTorzok